Здесь самое правильное из того, что можно сделать, то есть сумма неосвоенного бюджета возвращается обратно в бюджет и на следующий год эта сумма не выделяется. То есть, допустим, выделили 80 миллиардов, 30 освоили, 50 осталось неосвоенной, 50, будьте добры, вернуть бюджет, эти деньги перенаправляются на другие средства, и ровно на 50 миллиардов деньги вы получаете на следующий год бюджета меньше. И плевать, как вы будете с этим справляться, а может быть даже из оставшихся 30 миллиардов мы вам еще урежем наполовину и дай бог 15 миллиардов вы получите, выживайте как хотите, ребята, за вашу неэффективность вы будете отвечать по полной программе. Докажите свою эффективность в способности потратить вот эти 15 миллиардов, а мы подумаем, может быть сверху добавим, чуток, может 5 миллиардов в качестве такого утешительного бонуса мы вам добавим. Нет, из этих 15 миллиардов будем резать еще. И вот так надо делать до бесконечности. Габи Лекенович, как вам такая идея? Ну, я вам скажу, что в связи с тем, что комфортная школа пилотный национальный проект, то есть мы идем, апробацию проходим, да, да, конечно, мы столкнулись с таким, с госаппаратом, где мы на совещании просто добивались быстрее ускорения, но, однако, это все стопорилось. Но вот в части освоения бюджета, как просто сам бывший работник Акимата и в госучреждениях работал, зачастую всегда гнались за освоением и происходили как раз-таки вот эти все уголовные дела, подписание всех актов выполненных работ. Но как по опыту именно комфортных школ, которые мы в этом году, вот в 23-м году испытали, да, понятно, что нас ругают за то, что мы там не освоили столько-то процентов, но факт же не в этом. Факт в том, что эти деньги освоены и они положены в объект, они стоят, их не украли. Факт в том, что эти деньги, они стоят, их не украли.